На сегодня действует законодательство. Прежде всего это в сфере жилищно-коммунальных услуг. Прежде всего это закон Украины о жилищно-коммунальных услугах. Этот закон в большей своей части защищает интересы жителей, потребителей, как там говорится. Нужно ли рассчитывать тарифы на каждый дом? Ответ. Да, тарифы рассчитываются на каждый дом. Дело в том, что в законе, в статье 11 этого закона написано, что тарифы должны проходить общественное слушание в порядке определенным уставом города. Эти обсуждения проводятся один раз в год. Так определено законом. Кстати, определено в том числе и законом, статьей 13 закона Украины о местном самоуправлении. Эти общественные слушания у нас проводятся, попытаюсь мягко сказать, из рук вон плохо, а попросту никак. Дело в том, что порядок проведения общественных слушаний определен уставом города. Кстати, вот эти документы, нормативные документы, о которых я только что говорил, они в прямой постановке и ссылаются на устав города. А устав города Одессы в принципе был же принят? А вот устав города был принят в прошлом году. 25 августа. 25 августа. Вот скоро будет год. То есть раз в год должны проходить общественные слушания по тарифам по каждому дому. Вопрос. Вот я обращаюсь ко всем жителям города Одессы. А проводились ли в вашем конкретном доме общественные слушания? Уверен, что, наверное, там где есть ОСМД, так называемая, да, кондоминиум некоторые говорят, или там где есть жилищно-строительные кооперативы, там наверняка есть и добросовестные председатели, там проводилось. А вот в тех домах, там где коммунальная форма собственности, а у нас их около... Так называемые ЖЭКовские дома. ЖЭКовские дома, совершенно верно. И ведомственные, кстати, тоже. Тоже они подпадают под это. Там ничего не проводилось. Ну, во всяком случае, вот я возглавляю правозащитную общественную организацию. Очень много граждан обращается по данному вопросу. И на мой вопрос в соответствии с законодательством, всегда его задаю, всегда ответ такой, мы не слышали, не видели вообще, что такое общественное слушание. Когда мы прекрасно понимаем, что если человек платит, он две стороны должны обсудить как минимум цену. А нужно ли, допустим, и вообще, что такое тариф? Тариф, туда входит и ремонтная составляющая дома, капитального ремонта и текущего. Туда входят вопросы, связанные, допустим, с освещением подъездом, с уборкой территорий. Когда вот каждый человек, житель города Одессы, будет вникать в этот вопрос, он разберется в этом вопросе. Почему я так говорю? Да потому что из этих маленьких вопросов каждого конкретного дома складывается та сумма квартплаты, которую человек уплачивает. Либо с пенсии, либо с какого-то заработка. Но на самом деле со своего кармана. И лучшего собственника, чем сам гражданин, который, сам житель конкретного дома, в мире еще никто не придумал. Если мы будем говорить и будем отдавать все это на откуп чиновнику, то понятно, как чиновник будет поступать.